Всем привет, с вами магазин Горной Вершины, меня зовут Андрей. В сегодняшнем нашем видео мы поговорим о том, как подобрать горнолыжное снаряжение для детей, на что стоит обратить внимание и какие есть нюансы. Один из самых главных вопросов, который встает перед родителями, со скольки же лет можно ставить ребенка на горной лыжи. На самом деле все просто, если ребенок у вас уже научился ходить и стоять на ногах, он вполне способен кататься и на лыжах. Как я уже говорил во многих предыдущих видео, индустрия заботится и о детях, и это снаряжение ничуть не уступает как по качеству, так и по своим рабочим характеристикам, тем моделям, которые ориентированы уже на взрослых лыжников. Тем не менее, детское снаряжение, конечно же, отличается от взрослого, но прежде всего своим размером, как это вам не покажется странным, а также некоторым конструктивом, который позволяет детям легче осваивать горнолыжный спорт. Ну и начнем мы, пожалуй, с самого главного, начнем мы с лыж. Как вы видите, детские лыжи по сравнению с теми лыжами, которые сзади меня, они, конечно же, меньше. Они рассчитаны на небольшой рост ребенка, и сейчас разберемся, как же правильно подобрать ростовку лыж для ребенка. Одним из очень важных свойств детей является то, что они постоянно растут, и это предопределяет то, что снаряжение, всегда есть смысл выбирать немножечко на вырост, но совсем чуть-чуть. Как же в данном случае мы будем подходить к выбору ростовки горных лыж для ребенка? Общая рекомендация для выбора ростовки лыж ребенку, который только начинает кататься, который осваивает технику, это выбирать лыжи на 10-20 сантиметров ниже роста ребенка. Такая рекомендация по выбору ростовки для ребенка, с одной стороны, позволит вам выбрать лыжи с некоторым запасом, а с другой стороны, если вы берете их на 20 сантиметров короче, ребенок может уже встать и на них комфортно кататься, потому что сильно длинные лыжи для начинающего ребенка, в общем-то, не нужны. Стоит также отметить, что если мы говорим про лыжи самых маленьких ростовок для самых маленьких детей, среди таких моделей нету подразделений по назначению лыж, по их каким-то там характеристикам, то есть это, в принципе, просто детские лыжи. Они плюс-минус у всех производителей одинаковые, могут отличаться немножко по геометрии, но в целом это просто обычные детские лыжи для начинающих детишек. Разделение лыж по назначению уже начинается с тех моделей, которые ориентированы на более старших детей, это где-то 8-10 лет, когда ребенок уже активно занимается в спортшколе и участвует уже в каких-то соревнованиях по определенной дисциплине. Также хотелось бы сказать пару слов про крепления, которые устанавливаются на детские лыжи. Поскольку детские лыжи рассчитаны на ребенка, ребенок имеет небольшой вес, как правило, здесь устанавливаются крепления с максимальным усилием срабатывания либо 4,5, либо 7,5. Пружина на таких креплениях более мягкая, что обеспечивает корректную работу при небольшом весе лыжника и способствует своевременному отстегиванию лыжи при падении. Ну и также на подавляющем большинстве детских моделей лыж устанавливаются рельсовые крепления, которые можно отрегулировать под любой размер детского горнолыжного ботинка, о которых мы сейчас и поговорим. Чем же отличаются детские горнолыжные ботинки от взрослых? Ну, прежде всего, это, конечно, размерная сетка. Ну и, конечно же, детские ботинки менее жесткие, чем взрослые модели. Конструктивно также многие детские ботинки имеют не 4 клипсы, как на большинстве взрослых, а 1, 2 или 3. Но это сделано, с одной стороны, для того, чтобы ребенок смог самостоятельно справиться с застегиванием ботинок, а с другой стороны, необходимости сильной фиксации ноги в детских ботинках нет. Как же подобрать детский ботинок по размеру? Подбор ботинка по размеру для ребенка полностью соответствует подбору ботинка для взрослого человека. Но определенный нюанс состоит в том, что ботинок все-таки нужно брать немножечко на вырост. Но я бы все-таки не рекомендовал превышать запас в полтора размера, поскольку это, ну, во-первых, неудобно, а во-вторых, небезопасно. Представьте, что ваша нога будет болтаться в ботинке, который вам там на 2-3 размера больше. О том, как правильно померить ногу и подобрать размер ботинок, у нас уже есть видео и ссылочка на него в описании. Поскольку ребенок, да, вам не скажет, жмет ему ботинок или не жмет, он скажет нормально или скажет ненормально. Определить вот этот запас, как бы, ну, довольно сложно, когда вы не видите ногу в ботинке ребенка. Собственно, надо вытащить внутренник из ботинка. Можно даже вытащить из него стельку и поставить просто ногу ребенка на стельку, и мы с вами-то увидим, какой там есть запас или его нет. Либо просто приложить внутренник к стопе ребенка, и будет понятно, насколько он велик или мал. Ну и продолжая тему безопасности, конечно же, стоит рассказать о такой вещи, как шлем. Шлем является такой же частью горнолыжного снаряжения, как лыжи и ботинки. Основное отличие детских шлемаков, это, конечно же, их размерная сетка, и при этом защищать они будут голову ребенка ничуть не хуже, чем взрослый шлем будет защищать голову взрослого человека. Также на подавляющем большинстве детских шлемаков есть возможность регулировки по размеру, и на многих моделях этот диапазон несколько больше, чем у взрослых моделей. И это сделано для того, чтобы вы имели возможность приобрести шлем на вырост. При выборе размера шлема не стоит его надевать на шапку, для этого существуют специальные подшлемники, они бывают детского размера. А при примерке шлема девочкам обязательно распускайте колоски и косички на голове. Как я уже рассказывал в одном из наших предыдущих видео, размер шлема это диаметр головы в сантиметрах, он указан, собственно, на самом шлемаке, но в заключении еще хотелось бы сказать пару слов о горнолыжных масках. Детские маски отличаются от взрослых исключительно тем, что они меньше размером, и в названии присутствует индекс GR, что обозначает джуниор. Горнолыжная маска ребенку нужна точно так же, как и взрослому, чтобы защитить глаза от травм, вызванных либо ярким солнцем, либо плохими погодными условиями. Очень желательно примерять горнолыжную маску вместе со шлемом, чтобы убедиться, что она плотно прилегает и нет ущелья, чтобы не задувало и было удобно. Пожалуй, это все основные моменты, касаемые выбора горнолыжного снаряжения для детей. Но если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете их написать в комментариях, позвонить нам в магазин, и не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин Горной вершины, я Андрей, всем пока! Все лучшее детям. Вот подумайте сами, да, вот вы хотели бы кататься в ботинках, которые на три размера вам больше, вы бы хотели кататься на лыжах, которые вам там купили, которые вам вот так вообще неудобны, да. Детям, наоборот, надо самое лучшее, чтобы им было удобно, чтобы, главное, не отбить у них удовольствие и не отбить у них интерес к каталке. Если вы хотите, чтобы ребенок радовался, надо ему снарягу подобрать прям самую лучшую. Вы перетерпите, вы взрослый, у вас все нормально, господи. А ребенок, ему надо просто самое лучшее, детям всегда самое лучшее. Ну, это вот мое мнение, это мое жизненное кредо. Вот тут, кстати, вот мой сын, здесь ему два, да, два, два и один, по-моему, да, вот это первое лыжи, он как раз вставал, учился.